Алексей Дмитрошковский, спикер комендатуры Збройных сил Украины в Судже, сегодня с нами на связи. Алексей, приветствуем вас. Дай Боже здоровья. Навзаим. Рады вас видеть, приветствуем. Алексей, хотелось, так как вы знаете ситуацию, не просто на словах вы ее видите и знаете, сегодня действительно, как действует армия Российской Федерации сегодня в Курской области? Как вы видите, какая главная задача сегодня перед ними стоит? Ну, наверное, начать с того, что выступление Алудинова, который сказал, что в Судже не осталось людей и что можно серьезно атаковать Суджу, говорит о том, что Российской Федерации и, в частности, непосредственно руководству страны наплевать на людей, потому что людей очень много и сел, которые на сегодняшний день уничтожаются авиацией, артиллерией, люди переезжают именно в Суджу. И на сегодняшний день стоит очень острый вопрос, где размещать людей, потому что постоянно приходит информация о том, что российские власти в ближайшее время нанесут удар именно по интернату, где базируются люди-беженцы с других сел. За вчерашний день из 37 кабов, которые были выпущены, 9 из них упало в селе Сверликово. Село фактически уничтожено полностью. Также были нанесены удары по селу Лебедевка и село Гуево, где находится очень много мирных жителей. Люди готовятся к зиме, люди верят в вооруженные силы, как ни странно. Они уже начинают понимать то, что все удары, которые идут, это с российской стороны. Очень возмущаются и говорят, ну как же так, что правительство не знает, что мы здесь есть. Оказывается, правительство не знает. Очень много звонков от родственников людей, которые остались на территории Курской области, которые также не понимают, что происходит, они обращаются во все инстанции, говорят, что надо создать зеленый коридор, о котором речи не идет. Русская сторона категорически отказывается это выполнять. Они родственникам напрямую говорят, это ваши проблемы, проблемы ваших родственников, занимайтесь этим сами. Очень много вопросов по поводу того, что надо было ли начинать операцию в Курской области, хочу сказать, что то количество военнослужащих, подразделений, которые на сегодняшний день находятся на территории Курской области, имеется в виду со стороны России, а это ни много ни мало 50 тысяч человек, это все-таки сняло давление, в первую очередь, на донецком направлении. Может быть, не в полном объеме, но, сами понимаете, 50 тысяч человек, которые сейчас находятся на Курской области, это очень много. Появились в поле зрения корейские военнослужащие на территории Курской области. Пока они себя никак не проявили, они пока группируются, что называется, в районе населенного пункта Махновки. В дальнейшее время покажут, как они умеют воевать. Давайте, Алексей, про прогнозы. Украинские войска смогут удерживать занятые территории Курской области Российской Федерации месяцами. Об этом сообщает информационное агентство «Блумберг», ссылаясь на высокопоставленные источники в администрации Соединенных Штатов Америки. Они отмечают, что у силы обороны Украины отлично налажена система снабжения, логистики. Российские войска пока проводят в Курской области лишь ограниченные контратаки, сосредотачиваясь преимущественно на операциях на востоке Украины. Но вы не анонимный источник и не администрация США, вы там, что называется, на земле. Согласны с этой оценкой авторитетного издания? Вооруженные силы будут находиться на территории Курской области до тех пор, пока будет дан, что называется, приказ. И мы будем заниматься этим вопросом, потому что это действительно снижает градус напряжения в районе Донецкой области, Запорожской области. Я думаю, в ближайшее время российскому правительству придется принять решение о переброске еще людей туда. Потому что, насколько известно, было же выступление господина Путина, который говорил о том, что до 1 октября надо освободить Курскую область, выдавить вооруженные силы Украины. Но мы видим, что этого не произошло. Может, потому что возглавляет на этом направлении, на одном из направлений, так называемый генерал с образованием ефрейтера, это Алти Аалудинов, который, к сожалению или к радости вооруженных сил, путает или не знает разницу между тактической и оперативной ситуацией. Поэтому я думаю, что успех с той стороны, где находится такой генерал с образованием ефрейтера, невозможно вообще. Алексей, я хочу как раз, я себе зафиксировала, вот вы говорили, что российская армия может ударить по интернату, где на сегодняшний день находятся местные жители, которые нашли там себе пристанище на определенное время. Скажите, пожалуйста, я просто, мы сегодня имеем такую возможность в прямом эфире это сказать, чтобы быть услышанными. Может ли быть так, что удар произойдет россиянами, но это будет провокация и обвинение в сторону вооруженных сил Украины? Это происходит постоянно. Все населенные пункты, в которых идут боевые действия, там, вот, если вы смотрели, видели, может быть, там, где россияне говорят, что вот мы освободили населенный пункт, украинская армия, отступая, уничтожила населенный пункт, то на сегодняшний день такие образцы, будем говорить, ихнего наступления, это вот населенный пункт Сверликова. Они еще туда даже и близко не подошли, но населенный пункт уничтожили. Это вот тактика выжженной земли, которая неизменная в русской армии. Они уничтожают все, делают ровное поле, потом вот как бы пытаются заходить и работать там, и рассказывать свои прибаутки, потому что это новостями назвать нельзя. И разносят это по телеграм-каналам, по новостным каналам, рассказывают о зверствах украинской армии. Мы цитировали командира сводного подразделения, одной из украинских бригад, Сергея Коротких, который говорит о том, что десантники, морпехи привлекаются российской армией. А что там со срочниками? Ресурс срочников исчерпан? Они бросают их сейчас на этом направлении в бой или нет? К сожалению, у меня информация только по мирному населению. И занимаюсь исключительно вот этими вопросами. Оперативная ситуация – это вопрос к другим, будем говорить, спикерам. Хорошо, давайте о мирном населении. Были призывы международным организациям принять участие в мониторинге происходящего на территории Курской области. Активно подключились к этому? Красный Крест, не знаю, УБСЕ, кто еще может в этом участвовать? Насколько мне известно из сообщений родственников людей, которые находятся в Курской области, многочисленные обращения к президенту России, многочисленные обращения к Красному Кресту России о создании «Зеленого коридора» не увенчались никаким успехом. Людей просто в футболе делают им отписки, мне присылали даже ответы с администрации президента, что ваша заявка принята, передана Министерству обороны. Министерство обороны, в свою очередь, говорит «Ждите, мы скоро их освободим». Но освобождение происходит с помощью КАБов, артиллерийских обстрелов, минометных обстрелов, уничтожением населенных пунктов, домов. На сегодняшний день увеличится количество раненых людей, которые получают осколочные ранения. Есть случаи, когда люди просто погибают. Например, в суд же позавчера под завалами пятиэтажного дома погибло два человека. Понятное дело, что на сегодняшний день проблем возникает много, но говорить, что там может быть гуманитарная катастрофа, вот как раз к вам как вопрос, на сегодняшний день нет таких предпосылок? На сегодняшний день люди обеспечены продовольствием в полном объеме. В некоторых населенных пунктах старосты, которые назначены из числа жителей этого села, которые взаимодействуют с администрацией комендатуры, которые сообщают о потребностях людей. Даже в некоторых случаях отказываются от пайков, потому что, говорят, негде складывать у людей, кушать есть что. Остается только завозить хлеб, воду, чем, собственно говоря, занимаемся ежедневно. Не меньше проблем остановится с медицинским обеспечением, потому что очень много людей с хроническими заболеваниями. Это и сахарный диабет, и после инсультной, и люди с деменцией, другие заболевания хронические. Поэтому ситуация с медикаментами на самом деле самая острая. Похолодало, похолодало достаточно серьезно, да, и понятное дело, что сегодня это тоже вопрос, один из первых для того, как обеспечить и гражданское население. Если мы говорим о подготовке и к зиме, и так далее, сегодня также мы можем говорить, что та же суджа и часть территории Курской области, это как раз то, что в компетенции военной комендатуры на сегодняшний день. Либо же все-таки, ну, система налажена, и она будет работать, да, и об отоплении, и о том, что сегодня необходимо как раз для работы всей системы благоустройства в вопросе холодов. С конца августа администрация комендатуры очень близко занимается этим вопросом, подготовкой к зиме. На сегодняшний день в интернате установлено печное отопление, туда завезли 10 печек, которые уже установлены. Также, понимая ситуацию о том, что возможен удар по интернату, мы разыскиваем дома с печным отоплением, их не так много в судже. Поиски происходят не только в судже, но и в близлежащих селах. Для того, чтобы разместить людей, рассредоточить, что называется, интернаты и дать возможность людям в тепле пережить эту зиму. Все-таки такой базовый вопрос забыли вам задать. А сколько людей там остается? Россиян, я имею в виду, граждан России. Несколько тысяч, давайте так будем называть, чтобы мне информировать. По оценкам, какая это процентная часть тех, кто там жил до операции? Я не скажу, потому что по всем населенным пунктам остались люди от самого первого населенного пункта, который находится на границе с Украиной, заканчивая крайними точками там, где сейчас происходят боевые действия. Понятно. Спасибо вам, Алексей. Алексей Дмитрошковский, спикер комендатуры вооруженных сил Украины, в судже был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.